Прыжки в длину, подтягивания из висы на перекладине, наклоны вперед с прямыми ногами. Порядка 160 сотрудников Рязанской областной клинической больницы сдали нормативы ГТО. Кстати, участие в мероприятии абсолютно добровольное. По словам врачей и медсестер, мотивации сдать ГТО стало желание проверить свои силы и физические показатели. Спортом занимаюсь, так скажем, любительским, условно, это тренажерный зал регулярный, но нормативы ГТО сдаю впервые. Считаю, что эта акция очень полезная, она способствует развитию коммуникации среди медперсонала и не только. Ну и плюс еще хорошая погода и заодно узнать исходное состояние своего физического развития. Я думаю, что для каждого из нас здесь очень полезно. Причем среди участников спортивной акции как молодые медики, так и те, кто уже не один десяток лет в профессии. Сама программа физкультурной подготовки делится на разные ступени по возрастам. И для разных групп свои нормы в каждом из испытаний. В детстве, да, занималась и легкой атлетикой в школе, и бегали, и прыгали, так что, да, брали прыжки в высоту. Да нет, не готовились особо, так, вроде решили, захотелось, пошли. На данный момент спортом не занимаюсь, волейболом так чисто. И как бы не готовилась, нет. Просто пришла, сказали, хотите, как бы да, мы за все. В этом году физкультурно-спортивному комплексу 10 лет со дня возрождения. По всей стране это событие отмечают фестивалями и массовыми мероприятиями, где люди разных профессий своим примером показывают, что для нашей страны спорт – это норма жизни. ГТО я сдаю первый раз в своей жизни. Очень хотелось давно сдать, но не получала в связи с занятостью, со своей работой. Спорт люблю, но не профессиональный. Стараюсь поддерживать себя в хорошей форме, по возможности. Посещаю регулярно бассейны, фитнесы. Вот, поэтому очень хотелось сегодня здесь побывать. А для всех желающих в эту пятницу и субботу в лесопарке пройдет фестиваль ГТО. Любой резанец может поучаствовать и сдать нормативы, чтобы проверить свою готовность к труду и обороне. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».